Три страны, десятки автомобилей и одна долгая дорога. Автоколонна, двигающаяся от китайской провинции Жудун в Санкт-Петербург, прибыла в столицу Приволжья. Позади уже 8,5 тысяч километров, 24 дня пути и частая смена климата. В автопробеге «Газ в моторы» участвуют Россия, Казахстан и Китай. Я видел Россию только по телевизору, но благодаря автопробегу я своими глазами увидел эту страну. Передо мной открылись красивые пейзажи и давние истории. Мне нравится этот город. Организатор автопробега «Газпром», CNPC и «Казмунайгаз» планировали поездку целый год. «Газ в Монтоле!» На пути технику заправляют только природным газом, то есть метаном, чтобы доказать экономичность, экологичность и безопасность этого топлива. Да, было сложно, были ветры, дожди и так далее, но вот это вот чувство локтя, чувство поддержки, такая взаимовыручка и теплота в отношениях, такая в команде, она, конечно, позволяла нам ехать хорошо и комфортно. В Нижегородской области автотранспорт активно переходит на природный газ. 20 тысяч автомобилей в Нижнем Новгороде работают на газе, из которых 4,5 тысячи перешло на газ за последний год. По пассажирским предприятиям уже 20% автобусов, те, которые работают на природном газе. За этим топливом будущее, говорит главный инженер, первый заместитель генерального директора общества «Газпром» «Трансгаз Нижний Новгород» Риф Садарддинов. «В первую очередь цена привлекает, она в два раза дешевле традиционного топлива. Газ – это экология чистая, сгорает все абсолютно, без никакого вреда. Была боязнь у людей, что газ – это опасно, газ – это надежно». Автопробег «Газ в моторы» завершится 4 октября в Санкт-Петербурге в рамках 8-го Петербургского международного газового форума. Автопробег «Газпром»